Здравствуйте, дорогие телезрители, и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Вам видно? Наконец-то из горшка что-то показалось. Причем позеленело. Может быть, со злостью, а может быть, от радости. Ну, догадались? Сегодня речь пойдет о картофеле. Как все-таки обновить? Собственные семена, посадочный материал того картофеля, который вы очень любите, к которому привыкли, и менять вы его не собираетесь. Ну, конечно, если бы была у каждого дома лаборатория, мы бы взяли кусочек листа этого замечательного картофеля и сделали микроклонирование. Из кусочка листа получили бы культуру в пробирках в идеальном. Ну, это все утопия, сами понимаете. А сделать нужно? Нет, не семенами. Все гораздо проще. Вот в этот горшок мы с вами не очень давно, дней примерно там 10 назад посадили, ну, поменьше, дней 7 назад, посадили картофелину. Для того, чтобы сделать выгонку, картофель выгнал три замечательных ростка. Толстеньких, опушенных, хорошеньких. И что с ними делать? Ваша задача заключается не в том, чтобы в горшок напихать этой картошке, нет. Для вас это показ. Вы должны понимать, все, что я сделаю здесь, вы делаете у себя на даче уже на поле. Вы посадили в лунки картофель. Выбирайте для того, чтобы обновить посадочный материал. Выберите лучший. Он должен быть как два куриных яйца. У него должно быть очень много глазков. Мы выбираем то, что генетически очень урожайно и, по крайней мере, выглядит хоть как-то на что-то похожее, а не мышиные глазки. Это нет, это не требуется для такого варианта обновления. Поэтому вот у вас делянка, посадили вы 10 этих картофелин, 10 лунок. И вот наконец-то, да, остальное тоже всходит, которое на еду. И наконец-то у вас появились ростки. У меня они в горшке, потому что потом не будет времени это показывать. Внимайте просто. Вот и все. Ростки появились. Что нужно сделать с этими ростками, которые у вас в лунках сидят, на картофельном поле? Их нужно выкопать. Ну, я надеюсь, что мне удастся это сделать безболезненно. Я не хочу ничего оторвать. А мне очень хочется показать этот метод. Он очень простой. Выкопать гораздо приятнее. Но картошка ведь запустила корни. Это то, что нам нужно. Вы знаете, а это не так просто оказалось сделать вот из горшка. И вы, поддев вилами, очень аккуратно вытаскиваете вот эту картофелину совсем тем, что на ней появилось. Правильно. Видите, какие корни, да? Корневая система просто великолепная. Разберите аккуратненько руками. Ничего не отломайте. Нам нужны ростки вместе с корнями. А корни, видите, откуда отходят? Прямо от росточка. А теперь, как в хирургической клинике, прям в операционной, ростки находятся где-то на макушке картофелины. Помните, да, эту картошку? Красавицу. А теперь, пожалуйста, нащупайте место соединения и очень аккуратно в этом месте отломите росточек. Вот что нам нужно. Вот она, наша здоровая будущая картошка, которая, предположительно, 5 лет болеть не будет. Которая будет давать хороший, чистый, здоровый урожай. Видите, что с ней делать дальше? Да все просто. Но ваша задача может дождаться вот листочков вот здесь, чтобы они все-таки раскрылись. Но если мы не снимем сегодня, значит, к следующему у нас будет уже куст картофеля. Поэтому смотрите и слушайте. Этот росток нужно посадить в отдельную лунку. Как помидорную рассаду. Полить при посадке, посадить, прикрыть укрывным. У вас всего рядок. У вас из 10 картофелин будет примерно 30 лунок с вот такими красавчиками. Сейчас я оторву и все остальные тоже. Вот он первый. Вот видите, на корневой системе висит огромное количество почвы. У каждого ростка есть собственные корни. Когда вы отбираете посадочный материал для будущего урожая, вы видите, например, один вот такой росток. Не надо думать, что у вас куст будет с одним ростком. Вот из этого росточка, видите, развились малыши. И здесь может быть ни один, ни два, и даже не пять, а гораздо больше. То есть из одного росточка вырастет полноценный куст, чего я вам всем желаю. А теперь, значит, посадив все правильно, прикрыв от солнца, от ожога, ну, хотя бы 17 грамм на метр укрывным, самым тонким, естественно, за этой картошкой надо поухаживать немножко. Иногда ее полить, иногда ее порыхлить. Ну, как только ростки станут, да, осязаемо вот такой высоты, они должны, вообще должны были в горшке распустить листочки. Это идеально, когда они у вас в луночке распустят листочки. Но вот такого ростика. Тогда вытаскиваем картошку, отламываем все ростки с корнями, отсаживаем каждую, желательно, в отдельный куст. Но если лунка будет, предположительно, вот такая, можно три вот таких отростка отправить в эту лунку, на таком расстоянии посадить. Помните, это полноценные ростки, полноценные кусты картошки. И вы должны позаботиться и о месте выращивания. Все дальше, как у обычной картошки. Ничего особенного. Но вы соберете ее не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы обновить свой посадочный картофель. И послушайте моего доброго совета. И вы увидите, какой у вас картофель будет расти из этого картофеля. Замечательно. Он снова станет молодым, красивым, здоровым и урожайным. Я желаю вам только успехов на наших огородах, дачах, цветниках, садах и везде на нашей земле. Всего вам доброго и до свидания.